так всем привет сегодня мы на кухне но тут ничего кулинарного нету вот кроме очень вкусного теста для рыбы рассказываю для рыбы значит делюсь секретом это почти секретный скажем так супер рецептик тесто для ловли карпу это сто процентов не знаю как насчет карасе и всего остального у нас их нету просто но я думаю вы у себя дома попробуйте потому что это очень классное тесто очень классные смотрите вот такое будет видите смотрите запах непередаваемый смотрите на пробку на что хотите видите как пластилинчик но запах и цвет непередаваемый у нас на него клюет бешено сразу признаюсь я сейчас у нас зима наступила не карповый сезон но все равно я скоро думаю может поеду на карпа приготовлю где его можно сохранить если завтра эти в холодильник положите если нет кулечек целлофановым морозилку разморозите на рыбалке будет то же самое ничего не изменится значит почему почти сверх секретный потому что всегда рассказывает там ингредиенты очень много там это надо это это у нас ингредиентов вообще 44 смотрите продаю все секреты это написано так на это мука обыкновенная мука пшеничная обыкновенная так как я в другой стране живу может не у вашей значит у меня чуть подробно написано но это повторяю мука обычная сахар обычный сахарный песок вот это называется у нас полента арина дыма из кукурузная мука или вот как бы кукурузная каша вот такого стиля только очень мелкого помола то есть принципе почти пах мы делаем это скажем так на кукурузные каши делать так что если у вас нет конкретного такого полента там арина дыма и значит ищите такую молотую кукурузную крупу сильно перемолотую если у вас не продается перемелите и сами и это флан спрашивали что флан так и называется флан но такая штука да собор ванижа это значит ванилиновый вкус ванилиновым вкусом это такой порошок который там размешивают с водой и делает вот такие всякие сладкие штучки покушать продается в магазинах значит вот я купил такой на 60 грамм половинку я уже почему открытый потому что я уже использовал половинку вот на тот кусочек вот на вот этот приготовление сейчас буду снимал для другом языке теперь вам покажу так или поделюсь с друзьями значит вот остатки скажем так этого пакетика это этот порошок вот отсюда запах у него дуренный ванильный запах он дает классный цвет классный запах и все такое приготовляем приблизительные пропорции почему потому что рыбалки стопроцентных пропорции на все такие сейчас ставлю сюда куда буду складывать и вперед беру стакан обычный стаканчик и стаканчиками такими двуслограммами замеряю значит берем муку обычную стакан муки смотрите что все просто и гениально и честно скажу не шучу ловится капитально у нас во всем случае карп на него прет со свистом потому что и запах и все думаю и другая рыба белая будет на него клевать аж облизываться так взяли стакан обычной муки открываем эту кашу набираем стакан то есть берем один к одному да так что мне тут ничего не не развалилась то все у меня корма для рыбы у меня там целые ящики с кормами для таких которые покупаю именно для рыбы так вот такая она сейчас я поближе покажу когда на на это чтобы разобрались это такая вот как как мука видите кукурузная тоже сюда и до теперь на вот эту пропорцию на вот эту пропорцию так сказать стакан того стакан такого я беру такую чайную ложку сахара еще потому что еще ванилиновая эта штучка на сладкая вот горкой одну ложку сахара и 30 грамм потому что это был пакетик 60 грамм так чтобы как бы понимали под нашли некоторые сколько грамма сколько это 30 грамм то есть вот эту остатки моего пакета вот это ванильного флана сюда высыпаю дальше два варианта очень и один и второй очень крутой вариант так что я даже буду дальше делать со вторым я покуплю еще флана дальше буду делать со вторым первый смотрите то есть я имею ввиду наоборот первый размешиваем всю сухую смесь и вот именно про этот первый вариант и рассказывает после того как вы хорошо хорошо размешали однородно сухую эту смесь берете какую-нибудь берете какую-нибудь вот такую вот баночку пластиковую вот это к примеру видите корм для рыбок там еще что-нибудь ну то есть такое что-то пластиковое куда влага не попадает я просто тут другие штучки тут прикормка уже есть насыпаете сюда как сухую прикормку берете с собой на рыбалку и уже на рыбалке добавляя воду из водоема делаете конкретно тесто хранится будет долго потому что вот скажите что случится с того если вы храните просто на кухне обычную муку ничего не случается правильно что случается с того 6 сахар храните ничего а если кукурузная мука тоже ничего если она все смешанную кучу так же само ничего не случится при обычной температуре лишь бы влажность туда не находила и все соответственно так же как и этот фланг он просто сухая смесь так что вот первый который я вам и говорю что предпочитаю и буду делать дальше я буду просто вот эту смесь готовить и засыпать в этот самый и засыпать себе его чтобы иметь собой врубались но я в следующий раз приготовлю себе побольше сразу так чтобы на целую эту банку а сейчас сделаю теперь если вы все-таки решили дома это сделать берем воду и начинаем потихоньку добавлять сюда воду главное не переборщить воду я имею ввиду да почему не переборщить чтобы ничего больше не добавлять чтобы снова не начинать там муку досыпать все значит вот так вот помешиваете 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 смотрите когда еще сухого много но уже так сказать большинство влажности набрала потому что нам сасает так нормальненько такое мокренько уже становится сейчас покажу до какого приблизительно замеса я его довожу вот думаю что вот это уже с водой все в чал смотрите видите сколько еще сухого полно но это уже все значит теперь все это рукой просто вымешиваете вдавливая все сухое в этот самый получается очень хорошая у вас концентрация сейчас как говорят рыбаки закатаем рукава и вперед вот таким макаром все это вы продавляете запах просто обалденный скажу вам честно потому что это же на ванилине тут еще какие-то свои примочки на себя мы это приготовили вы бы тоже его с удовольствием хлопали потому что это ванильный десерт скажем так вот этот ваниль смотрите какой он выдает цвет какой он выдает цвет и посмотрите потом когда будете делать какой будет у вас запах можете поверить надо будет хал прятать и от соседей рыбалки чтобы они не сели у нас бывает такое рыбачишь рыбачишь тут собаки какие-то бегают ну там из местного поселка они там вечно около рыбаков шляются только туда-сюда отвернулся они тесто сперли схватили убежали один раз видел даже когда у рыбака рыбу тырили всякое бывает смотрите как хорошо вот так вот вы делаете да вы вмешиваете очень круто и вот вам результат видите какое видите вот так что все ребята честно вам скажу это супер тесто я уверен что хорошая половина об этом не знала что можно так сделать а другая какая знала этим не делилась так что все лайки дяди лёня на канале и вперед рыбачьте с нами рыбачьте лучше нас как говорят некоторые шутники все пробуйте пишите как у вас пошло смотрите затрат немного вне времени не денежных а очень классная штука попробуйте думаю не пожалеете пока до следующих видео